Теплая встреча, общие интересы и дружеская поддержка. Это привлекает в Бачатский велотуристов со всех уголков России. 26 июля очередной путешественник взял старт на новый маршрут из Бачатского. Пермитин Вячеслав Николаевич. В простонародье шаман 45. Регион 45. Курган. Оттуда я родом. 7 лет как на второй круг. На серьезный взрослый круг вышел. То есть в детстве все катались на великах, но это детство. А потом ты понимаешь, что оба, на велосипед это такая свобода. И мало того, что как бы бодрячком. Батя у меня четвертый год катается на работу с работой. Я так прикинул, у него 3000 с лишним за год получается. И говорит, ни на чем другом ездить не хочу. Вне велосипедной жизни Вячеслав владелец музыкальной мастерской. Реставратор гитар и музыкант. Неутомимый и энергичный организатор концертов, исполнитель песен, участник различных фестивалей. В последнее время я увлекся именно таким свободным путешествованием, где нет четко прописанного маршрута. То есть я вот выехал, сейчас я еду уже второй месяц. И из Петербурга. И вот свой велосипед я оставил на Урале, в Челябинске. Потому что добравшись до Челябинска, вышел в интернет, смотрю, друзья, амичи онлайн. Я такой раз списываюсь, они говорят, мы через сутки в ночь выезжаем в Кемерово. Ну, к нашим общим друзьям. Я такой, ёкарный баба, я туда еду. Я такой, так, думаю, а если я велик брошу, возьму рюкзаки, все вещи, вы меня там вел найдете? Да найдем, поищем. Кстати, такая проблема была здесь с велосипедом, но это об этом потом. Ну, всё, в общем, я на автостоп за день проезжаю тысячу километров от Челябинска до Омска. Вообще фантастика, мне так везло, но, видимо, судьба была сюда попасть. Ну, всё, в общем, вот я здесь. Бочацкие друзья Славы и любитель велотуризма Евгений Буймов оказали ему посильную помощь в организации поездки. Сам же Слава считает, что именно случай во многом определяет будущее. Последний год жил в Питере, потому что судьба так меня закинула удачно туда. Благодаря велоконям, да, с подругой мы туда уехали. И там у нас на пятый день украли велосипеды вместе с палаткой и спальником. Благодаря чему мы там остались жить, не запариваясь так. Сняли квартиру, нашли работу. В планах путешественника прокатиться по Алтаю и обратным маршрутом вернуться в Питер. Вячеслав пообещал снова быть в Бочацком в сентябре и привести с собой новые впечатления и интересные истории.